Это уже не первая встреча руководства города и области с противниками строительства аккумуляторного завода в разных форматах, в разных локациях, но представители власти разговаривают с брещанами, аргументируя, приводя в пример факты, цифры, экспертизы. В этот раз ответ по всем фронтам держал Александр Горошко, новый руководитель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Александр Алексеевич, давайте так, мы не регламентируем время, здесь есть журналисты, есть те люди, которые ведут соответствующую и онлайн-трансляцию, как я понимаю, и вероятно ждут ответы на ваши вопросы, на их вопросы. Давайте спокойненько вы начинайте по блокам, а я буду в роли, как сейчас модно говорить, модератора. Первое заявление, которое сделал Александр Горошко, функционирование завода iPower на данный момент приостановлено. На работу выходит лишь малая часть рабочих для того, чтобы убрать продукцию с линии, которая использовалась в рамках пуска наладочных работ. Работа завода приостановлена и завод не работает. Лично в четверг с представителями комитета и завода прошел все цеха, все остановлено, все стоит. Конечно, люди приезжают, выполняют свои функции в связи с чем? Завод остановили резко, на линиях оставалась какая-то продукция недоделанная, то есть ее надо убрать, кое-что и утилизировать в связи с тем, что такая ситуация. Превышение содержания в почве свинца вокруг аккумуляторного завода, по словам Александра Горошко, не выявлено. В сравнении с прошлым годом не зафиксировано никаких изменений, нет превышений по канализации. Один из аргументов людей, которые сомневаются, был в том, что динамика накопления свинца в почве практически удвоена. Она еще ниже ПДК, но она растет существенно. Вы это отрицаете, получается? На сегодняшний день я отрицаю, так как были взяты цифры 13 мг это по территории промплощадки, 5 мг это в санитарно-защитной зоне 5-6. Эти 5-6 мг на сегодняшний день подтверждаются так же, как и 13 мг по промплощадке. Факт показывает то, что никаких изменений не произошло. Я за свои слова готов отвечать. То есть на аргумент людей, которые переживают, вы отвечаете как официальное лицо, тем более это ваша компетенция, что динамики накопления свинца в почве, связанные с работой предприятия в режиме промпусконаладочным, никакой нет. Александр Васильевич, на данный момент накопления никакого не происходит. Пока проводится экологическая экспертиза, завод не может работать и не будет работать. Кстати, это будет уже третья экспертиза. Шутить в данном случае никто не собирается, как никто не возьмет на себя ответственность фальсифицировать факты. В период прохождения экологической экспертизы завод может работать в режиме пусконаладки? Нет. И сегодня завод, я еще раз повторю, завод не работает. Хорошо. То есть вы заявляете официально, что в период прохождения экологической экспертизы завод работать не может? Может и не будет. Они сегодня не могут работать на основании распоряжения председателя облсполкома по приостановке строительных работ и на основании того, что комитетом отозвано разрешение на выбросы. То есть они не имеют права выбрасывать сегодня в атмосферный воздух загрязняющие вещества. Задать свой вопрос или высказать свою точку зрения мог любой присутствующий, но зал был больше, чем наполовину пуст. Противников строительства завода «Айпауэр» оказалось не столь уж много. По традиции они собрались на центральной площади Ленина, хотя и знали о встрече. Лишь два представителя высказывали их позицию. Проблема уже донесена до всех и надо решать вопросы конкретно. Он же говорит конкретно, какие протоколы, какие акты, все остальное. Это в накормлениях не решит. Митинг и любая форма – это форма выражения уровня протеста. Понимаете, в чем дело? А это решение проблем. И лучше здесь руководители природоохранных служб поставить в рамки его заявлений, зафиксировать эти заявления и показать, что вы же сказали «как», что будете являться потом юридически обоснованным позицией и аргументом. Ну пошуметь, ну понятно, еще раз самовозбудиться. Дальше что? Михаил, дальше что? Время назначенное. Это тот момент, когда люди уже как традиция… Да подождите, но слушайте. Если мы будем в дальнейшей работе по данному заводу опираться на эту традицию, которая была, как мне кажется, формой выражения отношений и протеста, тогда мы возвращаемся опять назад. А что мы решим этим? Вот скажите, что мы решим? Тема митингующих на площади себя исчерпала, подчеркивает Александр Рогачук. Нужно договариваться в рамках конструктивного диалога. Свою позицию по происходящему высказал и общественный активист Виталий Казак. Завод еще не заработал, а уже он вреден. Так не должно быть. Местная власть, областная власть должна на это обратить внимание, потому что последствия в будущем работы этого предприятия скажутся на здоровье сотен и сотен тысяч людей. Поэтому нужно сделать все, чтобы прислушаться к мнению общественных активистов, которые действительно профессиональны, стали уже настоящими профессионалами, и, как говорят, бьют в точку. Именно те проблемы выявляют, которые существуют на самом деле. И сейчас экологические службы должны организовать, возможно, даже вот этот общественный контроль именно вот этими активистами у завода. Порядка двух часов продолжалась встреча. Поднимались и другие вопросы, менее острые, но не менее актуальные. А диалоги в подобном формате продолжатся. Все желающие могут принять в них участие. Польза будет обоюдная. Это была конструктивная. Жалко, конечно, что на ней было мало желающих, которые так говорили об этой встрече, чтобы она была. Но, в принципе, такие встречи должны быть, они имеют места. И, в принципе, моя личная позиция за данный завод. Но, конечно же, если будут соблюдены все, в принципе, нормы по охране окружающей среды, то есть по всем службам, если будут соблюдены нормы. И как итог, модератор встречи Александр Рогачук резюмировал. А мне надо, чтобы был результат. Мне надо, чтобы было чистое производство, чтобы город Брест был чистый экологический город. Лариса Осмолович, Григорий Пекарский, Антон Луковкин, телекомпания БУК-ТВ.